Привет, друзья! А как, по вашему мнению, можно назвать человека, который несколько раз находился на грани жизни и смерти, и каждый раз ему удавалось выходить сухим из воды? Может быть, счастливый неудачник или же удачливый счастливчик? Думаю, услышав эту историю, вы сами дадите ответ на этот вопрос. И сегодня я расскажу вам о мужчине с самой загадочной судьбой, ведь кажется, что высшие силы подарили ему столько жизней, сколько обычно даётся котам. Но обо всём по порядку. Франи Селак родился в 1929 году в Югославии, и его появление на свет уже можно было назвать экстремальным, ведь мать родила его в лодке, в то время как отец мальчика ловил на ней рыбу. Франи с рождения считался очень слабым ребёнком, а врачи и вовсе говорили, что младенец не выживет. Однако мать малыша даже и не собиралась сдаваться. Женщина лично занялась здоровьем ребёнка, и это принесло свои плоды. Вскоре мальчик стал расти и крепнуть, однако не поспевал в развитии за своими сверстниками. Дабы лишний раз не подвергать мальчика риску, его родители приняли решение организовать для него домашнее образование, параллельно занимаясь с ним музыкой. И, к счастью, чем старше становился паренёк, тем лучше он себя чувствовал. Благодаря увлечению музыкой Селак смог отучиться на дирижёра и стал преподавать в местной школе, где руководил целым хором. Многолетняя работа безумно вдохновляла мужчину, однако на личном фронте у него было всё не так сладко. Ведь к тому моменту, как весь мир узнал имя Франи Селака, он был женат уже 4 раза, а позитивными воспоминаниями были лишь дети. И, наверное, история этого пенсионера не была бы никому интересной, ведь в целом его жизнь можно назвать более чем обычной. Однако это вовсе не так, ведь то, что стало происходить с Франи после 30 лет, не просто сделало его самым везучим человеком на целой планете, но и до сих пор останется загадкой для миллионов людей. Впервые учителю музыки пришлось столкнуться с испытанием жизнью и смертью в 1962 году, когда наш герой ехал на поезде в город Дубровник. В тот день ничего не предвещало беды, но внезапно состав сошёл с рельсов и рухнул прямо в ледяную реку. По официальным данным, в той трагедии оказалось немало пострадавших и даже погибших. Однако Франи, который в момент происшествия и вовсе мирно спал на своём месте, быстро сориентировался и, несмотря на переохлаждение, шок, а также многочисленные травмы, смог выплыть на берег и спокойно дождаться спасателей. Ну и что необычного, наверное, спросите вы? С кем не бывает? Но ведь это было только начало. Второй случай произошёл с ним уже через год, в 1963 году, когда, едва восстановившись от шока, мужчина был вынужден лететь на помощь к своей маме. Старовер Франи всю свою жизнь боялся летать, но так уж получилось, что это было вынужденной мерой. Ещё до вылета в пункт назначения мужчина сильно беспокоился и, помня о событиях годичной давности, уговорил стюардессу сесть рядом с ним. Последнее успокоило нашего героя и село рядом с мужчиной, но тогда никто не мог и представить, что его волнения не напрасны. Ведь то, что было дальше, не поддаётся никаким объяснениям. Посреди полёта аварийная дверь лайнера неожиданно распахнулась и именно так и началось его крушение над городом Риека. В результате той катастрофы пострадали, а также лишились жизни, десятки людей. Однако наш герой снова смог выйти сухим из воды. Каким-то чудом он смог приземлиться на сток сена, отделавшись лишь шоком, синяками и порезами. Странно, не правда ли? Причём это был единственный сток сена в радиусе нескольких километров. Но даже несмотря на очередное чудо, когда судьба не иначе как играла с жизнью мужчины, Франни не мог закрыться от всего мира, и ему приходилось поддерживать самый обычный образ жизни. Так уже спустя три года мужчина на автобусе направлялся в город Сплит, где должен был получить награду за успехи со своим коллективом. Однако снова всё пошло не по плану. Проезжая по извилистому серпантину горных массивов, водитель автобуса не смог справиться с управлением, и автомобиль угодил в дорожное ограждение, вскоре накренившись и упав прямо в реку. Пассажиры были вынуждены спасаться всеми возможными способами, однако четырём из них это не удалось. Но как вы, наверное, уже могли догадаться, Франни снова был на высоте. Успев подхватить собой портфель с ценными документами, мужчина вновь проявил волю к жизни и каким-то чудом смог выбраться из отонувшего автобуса, получив лишь несколько ссадин. При этом он даже спас свой портфель. Уже тогда местные власти стали удивляться имени пассажира, который побывал во всех крупных передрягах последних годов. И, наверное, испытав судьбу три раза за четыре года, дирижёр уже мог считаться настоящим счастливчиком, однако дальше было больше. В 1970 году он вновь чуть не погиб из-за случайного стечения обстоятельств. Направляясь в соседний городок, Франни, как ни в чём не бывало, управлял своим автомобилем, но внезапно он почувствовал странный запах в салоне. Как позже выяснилось, произошло короткое замыкание, и авто загорелось. Единственным правильным решением было немедленно нажать на тормоза. Но тут мужчина, будто герой боевиков, чувствуя, что сейчас случится взрыв, за доли секунды выпрыгнул из салона, оставшись лишь с грустными воспоминаниями о любимой машине, зато продолжив свою бесценную жизнь. И не будь он таким фанатом автомобилей, пожалуй, новой главы его многочисленных историй о чудных спасениях, могло бы и не быть, однако это всё не о Фране. Уже через три года Силок мог похвастаться новой машиной марки Шкода, и как в итоге оказалось, она и стала очередным испытанием. Фране пытался поменять топливный насос двигателя, однако из-за неопытности сделал что-то не так, и уже очень скоро бензин разлился на раскалённый двигатель, образовав крупный пожар, и как следствие и взрыв. Тем не менее, Силок снова успел отбежать от машины, но на этот раз лишился почти всех волос на своей голове. После этого случая люди и стали называть его счастливчиком. Последующие 22 года на удивление прошли для счастливчика без новых происшествий, и уверенный в том, что с неприятными случаями покончено, наш герой наконец-то расслабился. Однако, друзья, судьба подготовила ему ещё много сюрпризов. В 1995 году, направляясь на работу, немолодого мужчину сбил огромный автобус. Всем, кто наблюдал за тем ДТП, казалось, что даже если Франи и сможет выжить, то он как минимум останется инвалидом. Однако никто из них даже и не догадывался, с кем имеет дело. И тут скорее бы вышел из строя огромный автобус, нежели наш герой. После сильнейшего удара мужчина отлетел на 30 метров, после чего сам поднялся с дороги и, отряхнувшись, даже отказался от помощи врачей, аргументируя это тем, что спешит на важную встречу. Через год после этого случая Франи ехал на автомобиле в горах, и, уходя от столкновения с грузовиком, машина мужчины угодила в дорожные заграждения, проломив которое зависло на краю обрыва. Шокированный, но уже наученный многочисленными происшествиями Франи, быстро сообразил, что сейчас самое время выпрыгивать. Выбравшись из салона, всего через секунду ему оставалось лишь провожать взглядом уже третью утраченную машину, которая в тот момент летела в горное ущелье, взорвавшись в 100 метрах ниже её владельца. И вот, казалось бы, выжить в семи катастрофах и так является огромной удачей, однако судьба в итоге решила отблагодарить Хорвата за его выдержку и желание жить. В 2002 году на сдачу с продуктов и супермаркета Селок купил лотерейный билет и, конечно же, как и присуще настоящему счастливчику, он был выигрышным, а сумма составила целых 600 тысяч долларов. На эти деньги мужчина роскошно отметил свой пятый брак с женщиной, которая на целых 20 лет была моложе него, а также купил большой дом и крутую машину. Тогда он заявлял, «Теперь я буду наслаждаться своей жизнью. Я чувствую себя заново рождённым, ведь уверен, что все испытания позади». И всё бы ничего, но спустя несколько лет, восхищённый тем, что череда странных катастроф наконец прекратилась, мужчина попросту осознал, что самое главное в жизни – это и есть сама жизнь. На старости лет наш герой решил вернуться к скромному быту, ведь деньги не приносили ему удовольствия. Он продал свой роскошный дом на частном острове и даже раздал деньги родственникам и друзьям, после чего вернулся в своё скромное жилище в местечке под названием Петриния. Остатки вырученной суммы он потратил на операцию по замене тазобедренного сустава, а также принял решение воздвигнуть в родном городе часовню в честь Девы Марии, чтобы поблагодарить её за всю ту удачу, которая помогала ему всю его жизнь. На сегодняшний день мужчине уже 91 год, и насколько известно, больше с ним ничего странного не происходило. Многие журналисты также сумели пообщаться с пенсионером и даже прославить его на весь мир, окрестив самым удачливым человеком за всю историю существования человечества. С тех пор, как Франи распрощался со своими деньгами, он принял решение написать книгу, где подробно рассказал о том, что произошло с ним за все эти годы, в конце указав, что именно тот выигрыш и смог полностью изменить его мировоззрение, а также поблагодарил судьбу за то, что несмотря на такое количество испытаний, он оставался целым и невредимым. Посыл автобиографии везунчика в целом состоит в простой мысли о том, что каждый из нас обязан ценить свою жизнь и каждый прожитый миг, даже несмотря на все потрясение и, наверное, с этим трудно не согласиться. Друзья, а как лично вы считаете, что же это было на самом деле? Как одному человеку удалось побывать во всех этих передрягах и всегда выходить сухим из воды? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео и до скорого. Пока!